Добрый день всем! Я вас всех приветствую на нашем марафоне «За границей за копейки» «Ликусница своего счастья». Итак, сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с переездом на Северный Кипр. Как же переехать, в принципе, за границу? Насколько это сложный процесс, насколько он затратный, насколько он связан с большим количеством стрессов. Немного расскажу вам о ситуации на сегодняшний день на Северном Кипре. Итак, на сегодняшний день у нас за окном плюс 39 градусов, но мы не в зоне лесных пожаров, как Турция. У нас нет наводнений, как в Германии. Число заболевших коронавирусом у нас остается на 350 тысяч местного населения плюс порядка 100-150 тысяч иностранцев, приезжающих сюда по ВМЖ и по туристическим визам для долгосрочного пребывания. 10,5 тысяч человек, что говорит о достаточно стабильной ситуации, поэтому можно сказать, что мы находимся на райском острове, и никакие серьезные проблемы сейчас нам не угрожают. В связи с этим большое количество людей все больше и больше задумывается о переезде. Почему? Потому что в первую очередь это связано с какой-то изоляцией. Естественно, что остров изолирован от материка, соответственно, здесь последние два года более безопасно. Кроме того, здесь очень хорошее, качественное и дешевое обучение образовательной программы, и, соответственно, здесь можно купить квартиру, виллу, дом и жить долго и счастливо. За копейки ли или нет, давайте об этом сегодня с вами поговорим. Естественно, Северный Кипр – это непризнанное государство, я не открою для вас никаких прописных истин, и мы находимся под юрисдикцией Турции, но при этом мы являемся отдельным государством. То есть, когда нужно сделать какой-то закон новый, постановление, мы спрашиваем у Турции, Турция, если не против, делаем. Опять же, есть ли какие-то инвестиции, если нам нужны срочно какие-то деньги, не хватает на зарплату госслужащим. Опять же, оборачиваемся к Турции. Турция, соответственно, помогает нам. Не будем упускать из виду то, что Северный Кипр до 1969 года являлся, вообще, в принципе, Кипр, колонией Великобритании. Поэтому здесь очень много английского языка, английской культуры, английских традиций. И англичане, на самом деле, очень любят Северный Кипр, в принципе, Кипр и северную его часть. Почему? Потому что северная часть, конечно, в разы дешевле юга. Ни для кого, наверное, сегодняшний день не является сюрпризом, что валюта иностранная, она и для россиян, и для казахстанцев, и для украинцев. Она просто практически каждые две недели, она скачет вверх, она постоянно поднимается, она постоянно меняется по отношению к нашим местным валютам. И лира не стала здесь исключением. Именно в силу того, что инфляция, она идет семимильными шагами. Поэтому и евро вырос. Евро вырос. И сейчас у нас курс лиры к евро один в десяти. Соответственно, если мы на Южном Кипре покупаем бутылку воды, и она стоит одно евро, а здесь мы покупаем бутылку воды, и она стоит одну лиру, мы переплачиваем за воду на Южном Кипре в десять раз. Несомненно, на Южном Кипре также зарплата выше, но, к сожалению, не в десять раз по сравнению с Северным Кипром. Поэтому, если мы с вами рассматриваем экономические предпочтения, на Северном Кипре дешевле жить, несмотря на то, что, конечно, Северный Кипр – это не Европа. Итак, теперь переходим к нашим основным вопросам, по которым мы сегодня, по поводу которых мы сегодня здесь собрались. Что же такое заграница, дешевая заграница? Как купить жилье за границей, чтобы это было дешево? Давайте в первую очередь обратим внимание на то, что когда мы переезжаем за границу, любой переезд сопряжен с определенным стрессом, с выходом из определенной зоны комфорта и с определенными рисками. То есть вы что-то теряете. Вы теряете вашу привычную работу. Вы теряете вашу привычную зарплату. Вы теряете ваш привычный круг друзей. И вы, конечно, теряете в первую очередь языковое сопровождение. То есть вы погружаетесь в новую среду. Но это не повод для отчаяния, потому что здесь вы приобретаете очень хорошие климатические условия. Практически 300 дней в году у нас солнечная погода. Вы можете наслаждаться морем в любой момент, когда вы захотите. И для этого вам не нужно платить 5 тысяч, 10 тысяч долларов, собирать свою семью, выкраивать какой-то отпуск, приезжать. И тут оказывается, что закрыты границы. Но это уже сегодняшняя наша жизнь. Что без привычки вы не можете заехать. Или вам нужно сидеть, а вас в карантине 10 дней. А вас, работодатель, в принципе, отпустил отпуск на 14 дней. 100% море здесь ваше. Соответственно, солнце и положительные эмоции. Уровень вашей депрессивности снижается, а уровень железа в крови у вас потихоньку повышается. И также витамина D. Кроме того, очень важно понимать, что любой переезд связан с адаптацией, изучением нового языка. В данном случае основным вашим языком будет английский язык. Потому что практически 90% населения на Северном Кипре, включая 75-летних или 80-летних местных жителей, они свободно, легко говорят на английском языке и общаются. Кроме того, это достаточно, можно сказать, в большей мере экологически чистый остров. Это тот уровень здорового питания, к которому мы стремимся. Также вы здесь можете заняться спортом активным или пассивным, и йогой, и ходьбой, и тренажерами, и триатлоном. Это каждый, кто что для себя выбирает. И, соответственно, очень важно, что на острове практически отсутствует криминал. То есть вашим детям вам здесь будет спокойно. Не нужно запирать на 10 замков ваше жилище, а для того, чтобы почувствовать себя здесь безопасным. Следовательно, это повод для того, чтобы переехать. Кроме того, если вы хотите, вы обязательно можете здесь открыть свое дело, свой бизнес. Или устроиться на работу на Северном Кипре, с этим никаких проблем нет. Плюс очень доброжелательное местное население. Так как местное население всегда старается помочь. Оно не является агрессивным, завистливым, злобным по отношению к иностранцам. Оно старается быть дружеским. И по возможности помогать приезжим легче адаптироваться на этом острове. Итак, первый вопрос решен. Вы решили переезжать. Вопрос номер два. Как? Куда? Где снять жилье? Как получить ВНЖ? Что в принципе сделать? Как оформить карантин на дому? Ну, опять же, карантин на дому у нас появился в недавнее время. Но, тем не менее, пока мы живем с ним. Очень много вопросов на самом деле нам задают наши зрители. Зрители нашего Ютуб-канала и Инстаграма на странице, и Фейсбука. Потому что люди теряются. Они не понимают, так как они не владеют достаточным уровнем английского языка. Или какими-то определенными законами. И вот здесь мы переходим к вопросу о том, что вы можете обратиться к Нелтору. Или именно в официальное агентство, Нелторскую контору, которая может помочь вам справиться с нарастающим комом проблем. И опять же, здесь мгновение возникает обратная реакция. Платить агенту зачем? Ведь это деньги, которые я теряю. Зачем я буду платить агенту, если я могу сделать все сам? Но по факту получается, что все сам я сделать не могу. Так как я не знаю языка, я не знаю локации, я не знаю местных законов. Я не знаю, в принципе, что мне делать, когда я сюда приеду. И когда я приезжаю, тыкаюсь, как слепой котенок, везде, возможно, я набью очень много шишек, прежде чем я смогу похвастаться, что я сам переехал на Северный Кипр. Так ли сложно оплатить какую-то сумму комиссии, это страшное слово, комиссии, агенту, с которым ты работаешь, для того, чтобы твой переезд на Северный Кипр был абсолютно безболезненный, сопряжен комфортом, удобством. И определенным позитивом многие говорят, да, я не хочу платить. Но когда мы идем в магазин, в пекарню, или мы идем к доктору, или мы обучаем наших детей, мы с готовностью платим деньги за медицинские услуги, за образовательные услуги, и мы с готовностью платим деньги за тот же хлеб в сумму товара, где заложена работа пекаря, естественно. Мы не отделяем эту сумму, и мы принимаем это как должно. То же самое и с агентом. Агент, который работает с вами, агент, который легализован на Северном Кипре, у которого есть ответственность перед его клиентами, он всегда поможет вам дополнительно в плюс к той сумме, которую вы ему заплатили, для того, чтобы вам был ваш приезд комфортен и удобен. Так, оцениваем риски при самостоятельной покупке. Покупая жилье самостоятельно, мы как минимум оплачиваем 50 тысяч фунтов за жилье. При этом мы оплачиваем 2, 3, 1,5, 3,5 тысячи фунтов комиссию агенту. Что мы теряем? Мы теряем свои 2,5-3 тысячи фунтов. Что мы находим? Мы находим то, что мы можем не потерять свои 50 тысяч фунтов за покупку в принципе, потому что очень часто люди не заключают договора, как должно быть, не читают соглашения, полагаются на авось или именно на вездесущего застройщика крупной компании или адвоката этой же крупной компании. И по факту за первую просрочку платежа они теряют всю сумму, которую они внесли до этого момента и, соответственно, теряют недвижимость. Что делать, чтобы этого не произошло? Кто-то категорически отказывается работать с агентом, кто-то идет на это, потому что это снижает любые риски. Когда люди переезжают, возникают различные вопросы. У семьи много детей, нужно расположиться рядом со школой, или у семьи есть домашние животные, которых необходимо перевезти, они не знают, как это делать. Или у семьи приезжает только супруга с детьми или часто бабушка с внуками, а глава семейства или оба родителя остаются работать по месту. Соответственно, в данном случае здесь нужен человек, на которого можно положиться, которому можно доверить и оставить свою семью. То же касается и самостоятельной перепродажи. Очень часто крупные компании, которые имеют у себя также какое-то риэлторское агентство, то есть, допустим, крупная любая уважающая себя очень компания, имеет свое риэлторское агентство, которое занимается вторичной перепродажей. И, соответственно, в данном случае компания не заинтересована, чтобы клиент уходил на сторону. Поэтому очень часто они где-то, чуть ли не последним пунктом в договоре купли-продажи могут обронить фразу, что перепродажа только через застройщика. Но, пардон, вы оплатили свои деньги, вы выполнили все условия застройщика, и вы должны перепродать после этого квартиру, как вы хотите и кому хотите, и через кого хотите. Потому что застройщик может вам предложить небольшую цену, сравнительно небольшую, для того, чтобы он мог перепродать эту квартиру, соответственно, получить комиссию и, так сказать, продолжать свою строительную деятельность на рынке. Потому что если он продолжает строить, и в то же время люди начинают продавать вторичную недвижимость от него, и порой дешевле, чем она стоит у самого застройщика, то застройщик оказывается для себя не в комфортной ситуации. Итак, для того, чтобы эти все вопросы решить, вы и обращаетесь на самом деле к агенту, который помогает эти вопросы решить. Потому что мы экономим ваше же время. Если вы сами будете сидеть месяц, полтора-два на сайтах, изучать законы, но так как вы не имеете практики, вы все равно останетесь в теории, у вас нет знания языка, вы не знаете какие-то юридические нюансы, аспекты. Соответственно, и бы никогда не были до этого на Северном Кипре, соответственно, у вас может возникнуть шок. Потому что даже если вы что-то читаете, конспектируете, отмечаете для себя, может оказаться так, что на деле, когда вы приедете, вы не сможете рационально воспользоваться данными знаниями. Итак, мы начинаем с того, что мы готовим клиента перед поездкой. Начиная от сбора необходимой документации. Помогаем приобрести более по выгодным тарифам билеты. Организуем прилет, решаем визовые вопросы, заказываем такси, оформляем домашний карантин. Сразу находим, да, если человек сначала арендует, как правило, сначала человек арендует. Помогаем выбрать объект, в котором человек будет арендовать свое жилье. Помогаем регистрировать детей в учебные заведения. Помогаем оформлять ВМЖ. То есть это все то, чем занимается нормальный агент перед приездом своего клиента. И это все экономит вам большое количество времени. Кроме того, мы знаем местность, локацию. Мы можем вам посоветовать, где лучше вам разместиться с ребенком. Очень часто люди, выбирая школы с северного Кипра, в частности Фомагусты, хотят разместиться непосредственно в городе Фомагуста. Но город Фомагуста – это город студентов. Это город, в общем, приезжих и нанятых рабочих. Местное население в Фомагусте никогда не живет. Они живут как минимум 5-10 километров от Фомагуста в сторону моря. Потому что Фомагуста – это, с одной стороны, скопление людей, это определенная грязь, это большой уровень стресса, большое количество машин. Это все то, от чего мы уезжаем. Поэтому мы советуем располагаться нашим клиентам в спальных районах, которые находятся в непосредственной близости от моря, которые имеют хорошую инфраструктуру. И до школы те же 10-15 минут на машине, потому что машина, в принципе, на Кипре необходима. В силу того, что несмотря на то, что остров 250 километров в длину и 50 километров в ширину, по прямой точке, все равно расстояния наматываются здесь очень большие. Из-за того, что очень бывает в какие-то объекты, они немного удалены друг от друга. Но водить машину здесь очень приятно. И мы помогаем вам также выучиться здесь на права, получить местные права, приобрести также автомобиль и водить машину так, чтобы это доставляло вам удовольствие, чтобы вы могли открывать для себя Северный Кипр, посещать достопримечательности, туристические места. И наоборот, места, отдаленные от туризма, маркеты для местных и экономить, соответственно, на тех же продуктах или на тех же покупках первой необходимости или на тех же медикаментах. Кроме того, мы занимаемся помощью в составлении договоров купли-продажи. И так как мы знаем много подводных камней, сопряженных с договорами купли-продажи, я не буду сегодня их все перечислять, об этом мы проведем отдельный марафон. Соответственно, мы можем помочь вам оформить наиболее удобный и гарантированный для вас договор. Потому что для нас в первую очередь важно, что сотрудничая с нами, вы можете привлечь дополнительно людей, рассказав о том, что вам нравится работать с нами. И, соответственно, это будут клиенты и плюс нам. И с большинством из наших клиентов мы остаемся друзьями на очень длительное время. И все время, приезжая на Кипер, мы встречаемся с ними. И это просто становятся уже не наши клиенты, а наши друзья. И мы всегда рады помочь им, встретить, решить какие-то проблемы, уже не беря за это никаких дополнительных расходов. Потому что, естественно, то, что человек купил 10 лет назад у нас квартиру, не говорит о том, что я не могу через 10 лет поехать и забрать его из аэропорта, просто потому, что мне приятно будет оказать ему какую-то услугу. Кроме того, очень часто приезжая к нам на Северный Кипр, люди не могут разговаривать ни на английском, ни на турецком языке. На самом деле, очень легко эти языки здесь выучить. И здесь вам в помощь именно практика. То есть не нужно зубрить с книжками, не нужно идти в университет, а можно просто наслаждаться жизнью, посещать пляжи, магазины, туристические центры, разговаривать с местным населением. Они всегда не только поговорят с вами, а также пригласят вас на чай, кофе, даже на барбекю. И, соответственно, ваш язык постепенно-постепенно, он становится хорошим. Если не идеальным, и вы не будете владеть им в совершенстве, но на бытовом уровне и английским, и турецким вы будете владеть очень хорошо. Но на момент переезда, на момент подписания определенных договоров, контрактов, очень важно, чтобы рядом был человек, который мог бы вам перевести все тонкости и нюансы, чтобы вы не подписали какой-то документ, и потом не оказалось, что вы подписали то, что вы не понимали. И это бы сработало против вас. Как, допустим, у нас был подписан договор у клиентов с агентством, и они не прочитали там, что вилла их обременена, потому что они поверили своему агенту. После этого они пришли к нам, потому что оказалось, что они эту виллу продать не могут и не имеют на нее никаких прав. Но, к сожалению, в данном случае что-то изменить очень тяжело, потому что человек сам согласился с обременением и в здравом и твердой памяти подписал этот договор. Так вот, чтобы таких проблем, ошибок и конфузов не возникло, я считаю, что лучше обратиться к профессиональному агенту. Очень много сейчас идет инвестиций в землю, потому что это связано в первую очередь с низкими налогами на землю. Нет амортизационного износа, и вам не нужно каждые 3-4 года эту землю красить, белить снаружи и внутри. И вы не должны сразу эту землю застроить. Кроме того, какие-то земли на том же Лонг-Бич, это один из очень таких вот модных районов Северного Кипра. И также, кстати, район Лонг-Бич есть в штате Калифорния, США. Так вот, там цены на двухспальную. Тоже он так вот вытянут вдоль побережья, и там цены на двухспальные апартаменты, кстати, 1,2 млн долларов как минимум. У нас цены на двухспальные апартаменты, конечно, мы не Калифорния и не США, но мы тоже вытянуты вдоль побережья. Здесь тоже очень много хороших песчаных пляжей. И, соответственно, цены на двухспальные апартаменты здесь от 60 до 80 тысяч фунтов. Соответственно, низкая стоимость и хорошая инвестиционная привлекательность, потому что море есть и та же заграница. Это как раз к рассказу о загранице за копейки. Итак, еще раз остановимся на том, что если вам нужно посещать различные государственные учреждения, такие как Министерство образования, Министерство юстиции, земельные комитеты, налоговые комитеты, то проще обратиться к профессионалу, да, или к профессиональному агентству, которое поможет вам это все решить и избежать определенных ошибок. И я считаю, если мы сравниваем сумму комиссии данному агенту или сумму вознаграждения данному агенту за те процедуры, которые он вам предлагает, с суммой потерь, которые могут быть, если вы непрофессионально оформите контракт купли-продажи или не сможете сами сделать ВНЖ, то эти суммы, в принципе, не сопоставим. И я с удовольствием, когда я понимаю, что я в чем-то не профи, я с удовольствием прибегаю к помощи людей, которые могут мне помочь. И, естественно, за тот комфорт, который я получаю, я сама готова платить, потому что мне так легче, проще и надежнее. То есть есть большая гарантированность. Итак, вы пришли к агенту. Вы выбрали для себя недвижимость. Вы, соответственно, решили, куда пойдут ваши дети, в какую школу. Здесь мы тоже можем вам помочь, потому что мы можем посоветовать вам международные школы, которые отличаются дешевизной, на мой взгляд. При этом уровень английского там очень высок. Есть, конечно, школы, которые с очень громким именем, с очень высокими ценами. Но часто, потому что мы сопровождаем большое количество наших детей, часто, когда мы смотрим на результаты, мы видим, что в первые 6-8 лет обучения в принципе особой разницы нет, обучается ли ребенок в школе очень высоким брендовым именем, так скажем, или в хорошей английско-турецкой школе. Соответственно, уровень знаний приблизительно одинаковый, а экономия в средствах, особенно для многодетных семей, она очень высокая. Кроме того, мы поможем вам адаптироваться после того, когда все процедуры закончены, когда вы решили, выбрали школу, решили и выбрали для себя апартаменты или виллу, то есть определились с вашим местом жительства. Но возникает очень много бытовых вопросов. Да, если вы, не дай бог, попали в аварию, ребенка заболел зуб, вам нужно купить какие-то лекарства, то есть и эти вопросы или поменять просто там телевизор, или вам нужна дополнительную розетку, то есть эти бытовые вопросы мы никогда не отказываем нашим клиентам в помощи на протяжении не просто одного года, ну, а большого количества лет. И здесь хочется буквально пару слов мне сказать о рынке черных агентов. Сейчас практически каждый второй, приезжающий на Северный Кипр, автоматически становится агентом, риэлтором и предлагает, вот так сказать, по-доброму найти, помочь вам недвижимость за бесплатно, как они уверяют. На самом деле нет, это тоже платно, и они также получают комиссию от застройщиков, но здесь черный агент никогда не будет сопровождать вас даже часто в процессе оформления сделки. Он просто кидает вас за стройщику, тем самым как бы показывая, что вот я здесь не при делах, хотя комиссия на его счет или в его карман однозначно падает. Но он при этом не имеет офиса, он не содержит персонал, он не платит 16% налогов от суммы прибыли. Соответственно, продал, растворился, испарился. Все проблемы, которые после этого остаются у клиента, они остаются с ним. Поэтому я хочу вам сказать, что каждый преподаватель йоги или каждый сосед в вашем комплексе, или просто человек, с которыми вы познакомились в кафе, или мамочка, которая гуляет с вашим ребенком на детской площадке, она может быть советчиком, и она может вам продать, но она никогда не предоставит вам тот уровень сервиса, который может вам предоставить лицензированный агент, потому что в первую очередь мы все боимся лишиться своей лицензии, так как ее не так легко получить. Для этого у тебя должен быть опыт именно работы в Северном Кипре как риэлтора не менее пяти лет, и у тебя должно быть гражданство Северного Кипра. Любые другого плана консалтинговые фирмы, которые сейчас открываются, и которые очень модные на Северном Кипре, и которые также продают недвижимость, они не являются официальными легализованными риэлторами. Из-за права продажи, в принципе, такие фирмы закрываются, а иностранцев депортируют, если на них мы, соответственно, Министерство охраны труда пишем им какие-то заявления. Поэтому, выбирая агента, агентство, и выбирая возможность работать ли с агентом, с агентством или не работать с ним, в принципе, думайте, взвешивайте риски, все за и против, и, соответственно, после этого снимайте уже решение. Потому что я в этом плане очень люблю одну пословицу, скупой платит дважды. И очень часто, когда мы стараемся сэкономить, а в итоге мы просто переплачиваем. Помимо всего спектра дополнительных услуг, которые вы сейчас видите на экране нашей презентации, мы всегда просто рады взять машину и поехать с нашими клиентами-друзьями в какое-нибудь увлекательное путешествие, экскурсию по Северному Кипру и провести вместе время, время провести в удовольствии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok